Я слышал, или даже в нашей церкви одно такое свидетельство. Одна сестра обратилась к Богу, и долгое время, можно сказать, она молилась за мужа, и муж не приходил к Богу. Она вела не совсем хорошую, можно сказать, жизнь. Несмотря на то, что она покаялась, у них была больная дочь, парализована. И она оставляла этого ребенка, она бежала вроде бы на молитву, бежала на какие-то служения, старалась не пропускать, а в доме не было как бы порядка. И муж говорит, приходя с работы, я всегда видел то, что жена моя стала хуже, чем было. То есть я не стал видеть в ней света, потому что, говорит, она, когда не верующая, она была с ребенком, она смотрела, а сейчас у нее на первом месте Бог. И он говорит, она мне говорит, что, Коля, тебе надо покаяться, а мне, говорит, как бы больше отвращения. То есть я хотел что-то увидеть в ее, что происходит, почему так все поменялось, не в лучшую сторону, в худшую. И однажды на протяжении около 10 лет эта сестра ходила в церковь, приходилось и мне лично беседовать с ней, и говорилось, что надо больше времени уделять семье, чтобы там действительно муж увидел перемену, но она как-то не хотела слушать. Но однажды в один момент подошла к пастыру и говорит, пастырь, что мне делать, столько времени уже мой муж не обращается к Богу. И пастырь посоветовал, говорит, зайди домой и встреть его с работы, в хорошем настроении. Он устал и придет, а возможно даже и, говорит, подвыпивши, но ты все равно приготовь ему стол, покорми хорошенько, прими его как мужа и посмотришь, как все поменяется. И, говорит, она послушалась, это сестра, и, говорит, это было, наверное, среда или четверг. На завтра, повторяется то же самое, рано утром она встала, приготовила ему обед на работу с собой и покормила утром. И когда он пошел, он, говорит, все время, как бы целый день, эти все дни, он не мог понять, что происходит с его женой. И в воскресенье уже рано утром он, говорит, я хочу пойти в ту церковь, в которую ты ходишь. И когда был призыв покаяния, этот человек молодой, он офицером был, и он, говорит, пошли каяться. Она подумала, что он боится, как бы, сам идти и вместе за компанию вышла, как бы, с ним. И подошел служитель, чтобы помолиться за них, она, говорит, этот человек, говорит, помолитесь за меня и за мою жену. Он, говорит, так эта жена твоя уже 10 лет в церкви. Он, говорит, она только три дня стала верующая. И слава Богу, братья и сестры, эта семья сегодня, примерная семья. И муж, и жена, и дети все служат Богу. То есть, муж этот увидел в семье, в своей жене свет Божий. Субтитры создавал DimaTorzok